Здравствуйте! Сегодня у меня в мастерской в студии профессор, доктор медицинских наук, врач-герматолог Татьяна Викторовна Святенко. Светенко Татьяна Викторовна. Родилась в Днепродзержинске в семье инженеров. Среднюю школу окончила золотой медалью. В 1996 году завершила обучение на лечебном факультете Днепропетровской государственной медицинской академии по специальности лечебное дело. Диплом с отличием. Доктор медицинских наук. Стаж педагогической работы 19 лет. Работала на кафедре кожных и венерических болезней и кафедре семейной медицины ДГМА. В 2008-м получила звание профессора кафедры кожных и венерических болезней медакадемии, став самым молодым профессором в Украине. Вице-президент Украинской ассоциации дерматовенерологов и косметологов. Член Украинского общества эстетической медицины и Европейской академии дерматовенерологов. Многократно стажировалась за рубежом. Постоянный докладчик от Украины на мировых конгрессах. Имеет более 400 научных публикаций в самых престижных мировых изданиях. Опубликовала три монографии. Автор и соавтор девяти пособий. Основатель частной клиники Центр дерматологии и косметологии профессора Светенко в Днепропетровске. Замужем. Воспитывает двух сыновей. Воспитывает двух сыновей. Менятие медицины как искусство. То есть я думаю, что вы относитесь действительно к своей работе с любовью. А если относитесь к работе с любовью, к чему бы то ни было, ну это уже искусство. Но любое искусство, оно начинается с каких-то первых шагов. Вернее, путь в искусстве. Вашем искусстве, в искусстве медицины. Как эти первые шаги состоялись? Как вы пошли? Первый шаг, какой он был сделан? Почему был выбран именно этот факультет, это направление? Ну мы так коснемся, так сказать, ваших еще студенческих немножко лет. Прежде всего, наверное, нужно сказать, что выбор специальности, он не был случайным. Как известно, выбор специальности в медицинской академии происходит на четвертом, пятом, шестом курсе, когда начинаются изучения клинических дисциплин, и студенты формируют свои какие-то уже предпочтения, то есть что нравится больше. Для меня никогда не стоял вопрос, кем быть. Я с самого начала обучения интересовалась в арматовенерологии, мне очень нравилась эта дисциплина. Она достаточно непростая. Это считается наиболее сложной клинической дисциплиной, поскольку содержит знания о трех тысячах болезней. И, вы знаете, достаточно непросто нашим пациентам, поскольку не только медицинский аспект имеет место, но и эстетический. Страдания кожи всегда видны, практически всегда видны окружающим. Поэтому, конечно, и удовлетворение, когда помогаешь пациентам, оно всегда, наверное, несравнимо с другими медицинскими специальностями. Наш результат очевиден и пациенту, и доктору, и окружающему. То есть, я думаю, в нашей специальности присутствует больше объективизма. И меня это всегда привлекало. То есть, объективно, вот как художник смотрит на свою модель, да, и он видит те нюансы, которые, может быть, даже модель не замечает. Так и вы, как врач, наверняка посмотрите на пациента, и сразу вам все становится ясно. Если человек где-то чем-то болен, это действительно написано на его коже, на его лице? Так и вы думаете? В каких специальностях? Поэтому это непросто, совершенно непросто. Как правило, это всегда сложно. Но если вы имеете в виду, вижу ли я признаки патологические на коже у людей, с которыми общаюсь не как с пациентами, то, конечно, вижу. И вижу я их на улицах, вижу я их в быту. И, естественно, не всегда на приеме. Буквально недавно мы с коллегами тоже обсуждали, скажем, творчество известных живописцев, на картинах которых мы тоже видим патологические признаки заболеваний кожи наших, которые изображены были в 15-14 веке. Иногда это становится предметом дискуссий на наших конференциях. И творчество действительно присутствует в нашей специальности. И творчество, и философия, как и в любой другой медицинской специальности, присутствуют. Скажите, Татьяна Викторовна, ну вот вы сейчас говорите о том, что вы каждого, можно сказать, человека видите насквозь. Нет, так я не могу сказать. А вот не даром говорят, что человек это не только внешние проявления, это прежде всего и его внутреннее содержание, которое наверняка тоже откладывает какие-то внешние оттенки. Да, медицина очень близка с философией. Есть известное высказывание Гиппократа. Врач-философ подобен Богу. Знание философии, безусловно, необходимо хорошему врачу. Но я думаю, здесь гораздо глубже надо рассматривать эти вопросы, поскольку на самом деле образ жизни и насколько человек находится в гармонии с собой окружающим и окружающим миром, это все коррелирует с его здоровьем. Сложно представить себе абсолютно здорового человека, который имеет массу каких-то, скажем, поведенческих проблем. И находится в абсолютном диссонансе с окружающим миром. Это в любом случае отражается на здоровье и психическом, и физическом. Вы преподаете? А это тоже целая наука? Вы сказали, вы более 20 лет уже преподаете. Да, 20 лет в этом году, да. Преподавательская деятельность – это часть моей работы. Я преподаю студентам медицинской академии. Студенты приходят на нашу кафедру на 4-м, 5-м, 6-м курсе. Это студенты старших курсов. Это достаточно мотивированные люди уже. Они понимают, кем они хотят быть, чего они хотят. Поэтому работать с ними интересно. Все-таки преподавательская деятельность, педагогика – это взаимообогащение. Это развитие и наставника. А в медицине обязательно хотя бы одного учителя-наставника необходимо в своей жизни встретить, поскольку сложно состояться, не имея наставника. Наставничество очень важно в медицине, как в никакой другой специальности, пожалуй. Студентам рекомендуете, как говорят, с кого брать пример? Так как мы говорим в контексте изобразительного искусства. Можно так сказать, что вы рисуете для студентов образ некого будущего врача, на которого они должны быть похожи. У вас возможно так это представить? Я думаю, возможно. Ну, если мы будем говорить обо мне, то мне, в принципе, везло. На встрече с незаурядными людьми, многие достаточно масштабные, известные врачи, профессора. И я пытаюсь быть для своих студентов тоже, насколько это возможно, тем стержнем, опорой, на которую можно каким-то образом ухватиться в жизни. Но я хочу сказать, что современный врач, он, конечно, должен быть многогранным. Прежде всего, это должен быть высокопрофессиональный специалист, поскольку медицина развивается достаточно стремительно. И для того, чтобы постоянно быть в ногу со временем, со всеми инновациями, с теми достижениями прогресса, которые современный мир преподносит нам каждый день, необходимо постоянно обучаться. Медицина – это непрерывное образование на протяжении всей жизни. И здесь отношения учитель-ученик, они немного шире, чем в понимании, скажем, обычного вузовского процесса, педагогического или школьного. Поэтому, конечно, прежде всего, это профессионал, это человек, который должен знать языки, потому как в современном мире невозможно интегрироваться с научно-техническим прогрессом, если ты не говоришь на иностранных языках. Это должен быть человек с высоким уровнем эмпатии, однозначно. Таких примеров немало, когда блестящие врачи не всегда соответствуют, скажем, по человеческим качествам, представлениям в обществе. Поэтому уровень эмпатии тоже очень важен. Ну и, безусловно, нужно всегда уметь и хотеть поделиться своими знаниями. Ну, я слышал, что вас и приглашали, и за рубеж работать, но вы почему-то как-то не захотели. Вам не понравилось там или почему? Нет, вы знаете, я очень люблю места, в которых я бываю, мне нравится. Но нужно сказать, что этот вопрос мне часто задают на самом деле. Я люблю Днепропетровск. Связь с этим городом у меня на физическом уровне. Родились в этом городе? Я не родилась в этом городе, но это мой город, и я его очень люблю. И я люблю эту землю на самом деле здесь. Мои предки, родные мои. Я всегда хотела состояться как профессионал и быть здесь нужной, полезной, востребованной. Поэтому я не рассматривала никогда такие предложения. Предложения такие поступали? Поступали. И продолжают поступать. Ну, в общем, вы патриот своего города. Люди, которые меня близко знают, они знают, насколько я люблю город. Это немаловажно. Это, знаете, это значит, ваши пациенты могут вам доверять. Понимаете? Они знают, что вы их не бросите. Вы не уедете. Кстати, очень часто пациенты меня спрашивают об этом. Вы не уедете? Но если я этого не сделала до сих пор, то, наверное, на все воля Божья. Но, по крайней мере, такие сценарии не входят в мой жизненный план. Замечательно. Да. Ну, вы сейчас упомянули еще фразу о земле. И я также из предварительного с вами знакомства узнал, что вы неравнодушны к земле, как цветовод. Оказывается, вы занимаетесь тем, что вы любите и разводите цветы. Да, я очень люблю цветы, комнатные, уличные растения. Можно сказать, вы в этом специалист. Это на уровне хобби. Я люблю выращивать цветы, люблю цветущие, люблю различные сорта растений. И это один из способов переключиться с такой достаточно непростой, может быть, профессиональной деятельности. Потому как простым людям, обывателям, не всегда понятно, в чем состоит работа дерматовенеролога. Но, на самом деле, она состоит в том, что с утра до позднего вечера мы смотрим на патологические кожные процессы. Мы выслушиваем жалобы. Это не всегда просто. Это достаточно сложно, утомительно и для настроения, и для глаз, и для самочувствия. Поэтому нужно переключаться. Это был период такой, когда я увлекалась фотографированием цветов, птиц. Но потом это перешло в увлечение выращиванием. Все-таки уже живыми цветами. Да, это отвлекает, это создает настроение. Это очень положительная энергия, позитивные эмоции. Поэтому мне это нравится. Татьяна Викторовна, Вы сказали, что Вы увлекались фотографией. Немного. Немножко. А изобразительным искусством Вы увлекались? Как Вы вообще относитесь к изобразительному искусству? Вот мы сейчас с Вами сидим и изображаем Ваш портрет. Вы участвуете как модель, я как художник. А дома у Вас картины, рисунки есть? Да, да. Я очень люблю. У меня есть несколько картин с видами города нашего. Картины днепропетровских художников. И картины с цветами. Все-таки цветами. Хотя, конечно, я люблю изобразительное искусство, безусловно. Сейчас очень много в интернете разных мастер-классов проходит. Как научиться рисовать, как научиться лепить, играть на каком-либо инструменте. Как Вы считаете, могут ли в интернете проходить такие мастер-классы в дерматологии? Вы знаете, в дерматологии как раз достаточно актуально такое направление, которое называется телемедицина. В ряде случаев можно и проконсультировать онлайн, не всегда, но иногда возможно. И обучаться, это достаточно сейчас актуально, поскольку это дистанционно. Положительно. Лектор, преподаватель, он находится где-то. И в определенное время все имеют доступ посмотреть этот мастер-класс или лекцию послушать. Нельзя пренебрегать достижениями научно-технического прогресса. Их нужно использовать. Но рассчитывать на то, что обучиться ремеслу таким образом, наверное, не во всех специальностях это возможно. Вы как специалист, что бы Вы могли нашим любимым женщинам порекомендовать, которые в таком, будем говорить, широком ассортименте сейчас представлена разнообразная косметика, как им сориентироваться, что выбрать, чему поверить? Что можете сказать, что это однозначно да, а это все-таки лучше не брать или вообще не обращать внимания? Вы знаете, если мы вспомним, как переводится термин косметология, в переводе с древней греческого это искусство украшать лицо и тело. То есть косметология имеет два направления. Первое это камуфляжное, то есть маскировать недостатки кожи. И второе это все-таки искусство украшать. Прежде всего необходимо относиться к этому разумно, подходить к выбору косметических средств и процедур. Очень взвешенно, там где они нужны, там их использовать, но использовать с учетом типа кожи, возраста, особенностей. Поэтому здесь не может быть универсального рецепта для всех. А есть какие-то такие природные материалы, чтобы не тратить лишних средств на покупку каких-то дорогих брендов? Просто взять обыкновенное молоко, я не знаю, там что ли, сметану, я часто слышу, наносят себе женщины. На современном этапе мы имеем такой большой спектр, широкий спектр различных предложений на косметическом рынке. Это может быть с учетом запросов женщины и натуральная косметика, и синтетическая, и гипоаллергенная. Мы имеем широчайший диапазон. Поэтому, наверное, народные рецепты могут иметь место. Но для того, чтобы это было на пользу, нужно все-таки применять и взвешенно, с учетом советов специалистов. Ну, а к специалистам, да? Я не являюсь приверженцем и сторонником самолечения. Поэтому, все-таки, хотелось бы, чтобы женщины не становились пациентом-дерматолога после неудачного применения каких-то наружных косметических масок, средств. Все хорошо в меру. Да, да, да. Взглянув на какой-то прыщик, человек, прежде всего, сам даст себе ответ, нужно идти или нет. Затягивать с обращением к специалисту не нужно. Нужно находить для этого время, нужно внимательно относиться к себе и прислушиваться к тем признакам и симптомам, которые собственный организм. Иногда некоторые тревожные сигналы бывают проигнорированы, и пациент обращается достаточно поздно. Идет, скажем, речь о каких-то пигментных новообразованиях, раках кожи. Поэтому во всем мире есть такая практика, один раз в год, профилактические осмотры. И мы должны тоже к этому стремиться, потому как это просто, это доступно достаточно. Ну, вы знаете, всегда не хватает времени, не всегда кажется, что вот ничего страшного, все еще, так сказать, это не столь существенно. Такова природа человека. Ну, тогда я в завершении нашей программы хочу вам вручить небольшой вот такой набросок к вашему образу, который у нас сегодня получился. Так, я не успел только ваш платок, который все время почему-то норовил соскочить. Он такой у вас живой получился. Я сейчас его также живо в конце вот и на меч, вот тут поставлю автограф. Это небольшой такой набросок о нашей с вами встрече, о том, что вы побывали в мастерской студии художника. Я надеюсь, не последний раз и портрет вас в масле. Спасибо. Обязательно надо будет написать. Спасибо. Вы очень интересный человек, очень интересная модель. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо вам. И вот небольшой такой набросок. О, спасибо. А вы тоже оставьте нам автограф, пожалуйста. С удовольствием. На холстил. Я вам сейчас предоставлю маркер. Спасибо вам большое, Татьяна Викторовна. Ну, надеюсь, до скорых встреч. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»